здравствуйте друзья выдалась минутка свободная и оказалось параллельно с этим что после нового года у нас недостача там на складе имеется ввиду что употребили не то что кто-то утащил да и мы с анной леонидовной отправляемся в костка ну и заодно тоже репортаж для вас делаем вот мы нарядные такие на нас даже оглядываются люди но это нам нам чё нам чё нам другие ну как и михаил то петрович прилично выглядит ему то что я я это хотел на самом деле сам одеть но я повыше и она уперлась тут в это дело я не могу вести машину в этом и когда мы поменялись оказалось что нормально как раз вот так а зачем поворачивать его смотрим в кадр и все начал леонид на чего у нас в дефиците такое что мы едем в магазин чего нам нужно купить ну просто чтобы народ понимал чего в офисах американских употребляют кофе растворимый или какой или растворимых для студентов так подойдите растворимые для студентов а у нас еще есть такие банки большие чтобы заваривать студенты не пьют нет преподаватели бывает что и студенты пьют но кофеварка стоит пожалуйста пользуйся так дальше дальше creamer это сухие сливки я извиняюсь это искусственные сливки или это натурально сливки но сухие или это какой-то порошок типа сливки я думала что это натуральный так порошок ну оказалось я не знаю понял ну хорошо может он какой-то каждый раз когда берешь порошок думаешь а что там так я думаю что-то высушиваю там как-нибудь хорошо пошли дальше наверное есть способ высушить сливки чай в каком виде мы чай пакетиках но если коробка с пакетиками сахар сахар друзья мы берем органический когда есть иногда бывает придешь и нет органический да он такой даже не отбеленные такой вот наверное тростниковый я подозреваю среди шатах органический да по моему среди шатах из свеклы по моему даже не заделают ли сахар из свеклы трудно сказать да и чего еще у нас и маленькие стаканчики для воды такие извращенной бумаги именно да она только для холодной для холодной воды и нальешь туда горячий воск друзья начинает плавиться и всплывает да так что кофе из них не попьешь не только кофе а даже я извиняюсь таблеточку запить ну правда горячей водой кто таблетки за еще спиртное тоже их растворяет да ты чё и водку но мы вчера спирт налили в этот стаканчик не в смысле чтобы до экспериментировали с фломастером был вопрос если хочешь перезарядить фломастер высохший то значит где же дырочка чтобы в него налить там чего-то я говорю поскольку он капиллярный такой то можно его вот этим я извиняюсь капилляром воткнуть в жидкость и он сам ее насосет в общем мы там себе теории настроили вспомнили чем кончилось в советском союзе заправляли фломастеры тройным одеколоном такой же пахнуть начинают но она все и пахло поток и рисунки тоже тройной одеколон друзья очень дешевые в основном его конечно пили они вот так вот погоняли ну вот в общем ничего у нас не получилось мы налили в этот стаканчик воск поплыл фломастер наелся спирта и потом писал какой-то серой фигней на доске а то есть вы так пробовали реально его да но писал но уже не черным о чем и потом еще мы задумались я говорю как бы потом этот спирт в доску нам не въелся и да будет нестираемый в общем губкой должны стираться да короче решили от идеи отказаться перезарядки ну да в общем драть чего только советскому чеку голову не взбредет да значит а то еще знаете берут там например батареи кончилась батареечка они бьют и там и зажигалки разогревают я обычно стучу ничего помогает по голове надо или как друг об дружку постучу постучишь раз раз я но еще там минуты на 2 сейчас пионерская да интересно вот есть такой народный метод там разогреть батареечку там зажигалочка я помню был случай как раз после 11 сентября один наш соотечественник из-за него самолет посадили а он что-то он там слушал в наушничке потом у него батареечка села и он стал батареечку и давай и зажигалочка разогревать но тут соседи всполошились там террорист наш время такое было поди знай вот и так вот в общем обсуждалось тогда на форумах вот до чего наши люди умудряются иногда значит неадекватно себя вести но тут же были другие люди которые говорят но это действительно помогает продлить жизнь батарейки так сказать ресурс увеличивать я не знаю а вот ведь от вас я сегодня узнал что можно постучать батарейка ящик сдавливают рукой что ли да и как вообще как вообще после нового года вообще есть ощущение что ушло куда-то все забывается я пытаюсь вернуться в строй действующих вулканов образования но подзабыл какие-то вещи не смысле то что я преподаю а в смысле вот какие-то текущие дела так михаил петрович вам и новый год не повод забыть что-нибудь если я могу и без праздника это бывает бывает тоже когда задумаешься о чем-то то все остальное может куда-то деться а потом с возрастом тоже бывает вот хорошо помнишь то что было в школьные годы студенческие михаил петрович у нас помнит очень много всяких анекдотов прибаут это блесен а как такое забыть то можно вообще люди всю жизнь поют песни которые пели в молодость так так я замечаю ну да уже кроме тебя уже и петь некому со временем то это правда прибауток ты знаешь что это видимо какой-то избирательный такой мозг на это дело то что у меня мама например никогда не запоминала никаких анекдотов и ей можно было рассказывать один тот же не тот неоднократно и она каждый раз радовалась как ребенок совершенно вот она их не помнила понимаешь а у меня совершенно противоположная один раз услышал у меня застрял включая всякую дрянь который я с удовольствием бы не помнил она все равно там сидит понимаешь а тут еще момент был я работал в конструкторском бюро тут вот товарищ спрашивал чем вы занимались там в ссср вот некоторое время четыре года наверное я работал в конструкторском бюро цкб министерство связи ссср на улице народного ополчения москве она сейчас там стоит и вот там целыми днями травили анекдоты причем я не помню чтобы был какой-то день без нового анекдота это было почти невозможно бывало по нескольку анекдотов в день и вот все это к.б. но там молодой молодые ребята в основном работали и тогда не было интернета знаете вот там по радио ничего веселого не рассказывали в общем вот эти анекдоты как бы к.б. наш 500 человек вот мы таскать жили вот анекдот к анекдоту и она как-то вот запоминается многое а еще задним числом знаете да еще в эмиграции какое совершенно новое звучание это все появляется уже и школьные годы там бывают шутки какие-то вот я для примера скажу у нас был мальчик тот же мужик ему 60 лет сейчас вот как мне звали его гена рюмин гена сидел со мной в восьмом классе помыто было за одной портой и вы писали контрольную по химии и у меня один вариант у него другой и он но я такой я не был там совсем отличник ну так хороши такой добротный так и вот гена мне говорит а у него про лакмусовую бумажку вопрос был что что есть лакмусовая бумажка и он что-то написал там я не знаю там одно предложение написал там и исправь толкает меня бить миша что еще сказать про лакмусовую бумажку и я но может быть цинично я уже тогда так относился может быть с некоторым юмором к этому всему я могу ты напиши говорю что в советском союзе созданы все условия для производства лакмусовой бумажки в количествах необходимых для народного хозяйства и ухты какой интересный солдатик синеньком прошел ничего страшно вот и он так вот и написал нормально все прошло у меня с ним еще были более веселые там аналогии тоже на контрольных вот она леонидова слышала нет как он ему контурную карту он заполнял по истории ссср мы изучали пугачевское восстание и там ему нужно было написать какие народы там проживали там нужно было подписать народы живущие вот в районе не буду дальше рассказывать в общем все закончилось хорошо да ну я просто совет тоже дал а вот вместо того чтобы понять юмор он он им воспользовался и так и сдал учителю я вам рассказывал что то нет ну не важно в общем друзья много веселого проходила с нами происходило с нами до того как мы приехали в магазин костка сейчас а мы в него приехали прям это наверное русские наши отечественники чувствуются такое полицу а что вот что в лицах у наших соотечественников такое что их сразу узнаешь родные вот вот друзья вот это слово действительно да ну что близко нам стать было негде но так чтоб нас загнали куда-нибудь на куличики тоже неправда так ну что анна леонидовна я думаю что вам для похода в магазин надо будет шлем снять вот друзья вы видите эти восковые стаканчики 600 стаканчиков на три унции каждой 750 за 600 стаканчиков друзья вы видите полотенца которые мы взяли руки вытирать а вот а что еще можно а ну хорошо это это оригинально а вот здесь есть разные да вот там какие-то смотри вот там брауни а мы берем вот эти голубенькие почему так они разделены на такие маленькие кусочки чтобы студенты много не переводили за раз я понял я понял то есть вот эта перфорация где написано то значит ну да можешь брать двойной а может быть половинку create a size ты сам решаешь брать половинку или целую то есть если нужен маленький кусочек бумажки можно оторвать маленький правильно экономно ну что же хорошо хорошо а чё транжерить тут мы видим друзья вилки ложки и ножи вот там ложки желтенькие он там сзади нужны нам ложки давайте на что переводят ложки наши студенты скажите нам все три нужны ложки на то же самое поесть поесть цинично цинично вы хотите взять всю коробку с тремя коробки удобно много можно еще что-нибудь так вы состоянии так ну хорошо вот а то я подумал может нужно сила да в общем вилки вот друзья вы если вы думаете что вы станете каким-то начальником и это избавит вас от критики снизу это не так эти друзья наборы мы их не берем тут написано 160 кусочек ну как предметов 80 пластиковых ложек 40 если вилок 40 ложечек чайных и 40 ножей это с понтом культурное такое что-то а вообще это все разовое так вот взял и выкинул и за 15 за 16 долларов вам 160 писав это есть такой знаешь из русских русско-американских выражений вам колбасу писом или послазить так вот кофе который мы не собирались брать значит анна леонидовна вам вопрос на засыпку многие зрители наши интересуются как понять кофе с кофеином или без вообще дикоффенейтед кофе зелененький так ну вот он зелененький говоря это я понимаю что у них здесь вот это как раз было бы дикоффенейтед да если бы вся банка да вот а так больше не написано но где-нибудь рядом должны быть такие где все банка зеленые такие тоже водить они они смущают народ то есть это с кофеином этот с кофеином 10 долларов пожалуйста 10 долларов такая большущая банка так и что мы еще хотим а это вот кример ваш это кример ну давайте вы тоже прочтите что нам написано на этом кривере может он искусственный какой кофе мэйт кофе кремер gluten-free кофе лаверс до оригинал ну собственно ничего такого нет оригинал означает что нам не обработаны не какой-нибудь там флейвор особенный а просто оригинал да а то могли бы еще там ванилы и какой-нибудь френч ванилла там стандарты hazelnut number one of coffee creamer number one бренд ведь но может они это так спонтом говорят а может быть и правда да это друзья тот бренд растворимого кофе который мы берем берем мы обычно сразу целый ящик поэтому упрощенно так с ним поступим вот и возьмем целый ящик бетван ведь портина ведь как говорят говорят что будет на трешку дешевле и как говорят можете принести принести завтра да и вам по три с полтиной из банки но я не думаю что мы так будем ходить вообще большая экономия если 12 банок по три с полтиной да друзья относительно новый продукт коконат значит из кокосового ореха кофе такой спонтом кофе 30 процентов этого кофе жир стоит он такую же десятку как вот большая банка я честно говоря не знаю в чем его смысл может быть там действительно кофеина в нем нет еще без очков тут не вижу ну вообще вот так вот вам для исследований да можете поискать вот знаете что фирма да просто смешали кокос с кофе и все и все а чаш так дорого за смесь а кто-то смешивать должен был конечно обстоял с ложкой помешивал ему надо зарплату платить а это вот друзья тот самый чай которые мы берем для студентов чай липтон что-то вообще цены какие-то сегодня все за одну цену вот 949 за коробку сколько нам нужно коробок сколько-нибудь не ну сколько парочку взяли раз ой ссоре я тут просто одна рука занятыми камерой так отлично так что у нас еще там по плану покупок на сэлфон видите налепила бумажечку так это мы все взяли все сахар только сахар пошли искать это здесь вот должен быть вот тут мне кажется вот вы видите друзья тростниковый сахар написано и он 460 и 59 и за 10 фунтов так а тут большие мешки тут 25 фунтов а 25 фунтов всего 11 долларов да то есть уже как бы выгодно брать большой если нужно столько сахара вон там спленда целыми мешками такими сода и мы не обнаруживаем не обнаруживаем нашего органического сахара хотя у нас там был еще мешок большой один мешок есть ну может быть до следующего раза нам хватит предлагают попробовать органический сериал love crunch мы тут создали трафик неплохо суховато с молочком там и как ну неплохо у нас там есть принципе у нас есть три мешка но брать не будем но спасибо этому дому друзья хотели взять метку а то у нас медок тоже кончится вот есть здоровенные бутыляки и есть вот поменьше мы их обычно берем поменьше но я думаю может взять побольше какая-то одна с медведями внизу смотрю там она затерял их там сразу три но это это многовато будет исток не сидит мне кажется вот этот хороший мы его всегда берем это из клевера здесь тоже растет клевер вот цветочек вы видите нарисован это он я друзья подумал что нужно нашим сотрудникам сотрудницам в основном там девочка взять это называется сыном он как по-русски корица корица такой коричный хлеб он сладкий вкусный и вот чтобы жизнь у них была немножко слаще если вы не пробовали никогда раз и у вас нет диабета два кушайте на здоровье но еще если вы весом там не дорожите вот в общем есть и что называется бон аппетит друзья такое место где мы сейчас подхватим горячую курочку там сотрудники сказали возьмите курочку горячую что-то захотелось вот их тут прямо делают вы видите красоту вот уже коробочки разложены сейчас буду снимать вот ну у нас все равно успеет остыть пока мы доедем так что мы вполне можем взять вот тут но есть такая которая на нас смотрит на нас все смотрят так а это что такое ребрышки ребрышки так может им ребрышку взять попросили курицу давайте курицу почем нынче куры тут не написано а написано вот курица за пятерку курить курица 3 3 пунта это про нее известно заранее ну каждая по три фунта мы как-то будем выбирать или они все одинаковые но давайте вся идея в то чтобы они были одинаковы насколько это правдивый мне вам понравится все взяли решили мы друзья хлебушка взять если курица все же и так то правда конечно гонять почем вот это багеты 2 в пакете 5 баксов за 2 идем дальше вот скажи вот леонидовна вот кто может употребить вот такого размера бутылку ну вот вот обычная бутылка рядом да вот вот обычная бутылка большая компания как как у вас как microsoft а я имела ввиду компания я понимаю леотер димон шато шатуля тур димон ой 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 вот это нравится какая потому что она такая выпуклая до выпуклая но здесь не безумно дорогие здесь они там по 250 по 260 есть там правда за 460 так они только большие а вот это вот шампанское друзья мартини нет шампень шампень из франции пожалуйста 760 баксов наверное если разлить по бутылкам то это дешевле вот так купить я тоже не знаю я думаю они за эту бутылку вас тоже возьмут ты посмотри вот тут что два это они и и с таком золотистым антуражем с пикой до курс граничит с извращениями это тоже здорова в эти это надо так такая здоровенная бутыля к вертикально прям как колонна и здесь тоже ки анти так получается странно вроде рабочий день там что два дня а народу народу и вроде даже не в магазине народу она кассе причем касс это работают все такое большое количество касс вот вы видите девушку там на ленте подбирает сканирует укладывает в нашу скорбную тележку она почти переполнена тележечка и вот с этим друзья мы и отправляемся обратно в офис